Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракету. Сегодняшняя тема наших бесед, посвященных исламу в истории России, будет посвящена не личности, не периоду даже, а такому феномену, который называется хадж советских мусульман. Это, казалось бы, для многих, воспринимающих советскую историю одномерно, как исключительно атеистическую эпоху, в которой религиозная жизнь жестко контролировалась, кажется непредставимым. Но о каком хадже, о каком выполнении предписаний ислама, подразумевающем зарубежную поездку, можно говорить государстве, применить на государство, к его истории, в котором существовал железный занавес, и выезд людей, въезд людей существенно ограничивался. Тем не менее, хадж советских мусульман все равно был. Обращаясь к работам ведущих исследователей этого феномена, в частности, к статье Вячеслава Ахмадулина, Ахмадулина можно определить рубежный момент хаджа советских мусульман, когда он начался. Это 1944 год. Безусловно, в хадж выезжали еще люди в 20-е годы, в советский период, если брать хронологически. Мы знаем, скажем, о Микканском конгрессе, в котором участвовал в качестве одного из ключевых делегатов Резах Азрат Пахредин. Это все 20-е годы. Видны и дипломаты советские. По-видимому, бывали в хадже мусульмане, такие как Карим Хакимов. Но все это закончилось в конце 20-х годов, в начале 30-х годов. И, в общем-то, это не было массовым явлением. В 1944 год и возобновление хаджа также, конечно же, не стало массовым. Но, тем не менее, около 20 человек, плюс, минус, ну, около 20, двух десятков человек ежегодно совершали хадж. Были перерывы определенные, в частности, в конце 40-х, в начале 50-х годов. Но все-таки вот это количество от четырех духовных управлений, оно было константой, оно почти не менялось. Четыре духовных управления направляли делегатов. Понятно, что большая часть делегатов составляли представители общин Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, ташкентского муфтията. Он и численно превосходил другие. И по своему влиянию Ишаны Бабаханы, его сын Зияудин Бабаханов и внук Шамсандин Хан Бабахан. То есть, представители одной такой династии муфтиев, они были, ну, что ли, первыми среди равных, среди других муфтиев, четырех муфтиев Советского Союза. Тем не менее, и татарские делегаты, и татарские паломники, они также включались в состав Духовного управления, были такие, в состав, вернее, делегации хаджа из Духовного управления Уфимского. А были такие периоды, когда татарские имамы возглавляли даже делегации, потому что вот по своему опыту, лояльности, доверию, которые к ним испытывала советская власть, они могли эту делегацию возглавить. Хадж тогда был сложной историей, хадж никогда не прост, поэтому он таким вожделенным и является для мусульманина, поскольку это в определенной мере преодоление каких-либо обстоятельств. Так вот и тогда эти обстоятельства, в частности транспортные, присутствовали. Ну вот некоторые моменты, которые могут показаться нашим зрителям, уважаемым, любопытными. Хадж был таким вот авиационно-сухопутным, то есть значительную часть отрезка пути паломники проходили авиационным способом, но дальше направлялись сухопутным или наоборот, по-разному. Иногда бывали чисто сухопутные, исключительно сухопутные путешествия, паломничества, когда через границу Советского Союза с Ираном и дальше через Ближний Восток мусульмане направлялись в Хадж. Иногда бывали авиационные, когда самолет прилетал в Египет и дальнейшим образом из Египта они направлялись на территорию Саудовской Аравии. Надо здесь сказать, что между Советским Союзом и Саудией не было дипломатических отношений в этот период времени, поэтому, конечно, определенные усложнения существовали. Кто был паломник? Его портрет, вот, статистический такой вот, исторический портрет паломника в Хадж советского мусульмана. Ну, во-первых, ему необходимо было получить рекомендацию от того духовного управления, к которому он принадлежал. А во-вторых, были определенные медицинские противопоказания для совершения паломничества и возрастных ограничений. Вот современные фразы о 65+, они фигурировали и тогда, правда, нарушались. Бывали паломники, об этом Ахмадуллин пишет в своих работах, приводя их биографические данные, которые были гораздо старше 65 лет, тем не менее, в Хадж отправлялись. Еще важная деталь, что в Хадж часто отправлялись по два или даже несколько раз. То есть один и тот же человек, проверенный, лояльный, уважаемый человек, он мог быть отправлен в Хадж, и разрешено ему было совершить паломничество не один раз. В случае побегов, в случае того, что кто-то из паломников оставался за рубежом, их не было зафиксировано в источниках. Все возвращались домой. Тем не менее, конечно, посещение святыни ислама в Мекке, потом путешествие в Медину, в мечеть пророка, салаллаху алейхи расалям, это все было очень важной частью такой жизни, что ли, ключевым этапом жизни, кульминацией судьбы для многих, потому что в воспоминаниях людей Хадж присутствует в качестве стержневой центральной темы жизни. Во-первых, для многих это был единственный, первый и единственный выезд за рубеж. В Мекке многие еще застали на тот момент постоялые дворы, которые были созданы представителями татарской эмиграции, или уже скорее их потомками, туркестанские постоялые дворы, которые находились в Мекке. Вот эта встреча людей из разных миров, она тоже важная часть Хаджи. И вообще встреча с людьми во время Хаджи, с иностранцами, из разных государств, приехавшими для совершения паломничества, арабо-мусульманских, из Африки, Турции, Ирана, европейских стран, и вот из Советского Союза. Конечно, на советских паломников с большим любопытством взирали, потому что всем было известно, что в государстве принята атеистическая программа, атеистическая идеология, но тем не менее, вот несколько десятков человек все-таки имеют возможность пересечь границы и побывать в святых местах ислама. Закончить хотелось бы на любопытном, почти анекдотическом случае, который мне рассказывали старые сотрудники Института востоковедения Академии наук СССР. Долгое время директором этого института был видный ученый из Таджикистана Бабаджон Гафуров, который до этого в течение многих лет был первым секретарем Компартии Таджикистана, то есть возглавлял партийную организацию этой Среднеазиатской республики. Всю жизнь он занимался наукой, в конце жизни возглавил один из ведущих академических институтов, стал академиком и уважаемой известной фигурой. Неожиданно ему было предложено поехать в Хадж в начале 70-х годов, и он согласился, использовал эту возможность. То есть коммунист, когда-то возглавлявший целую Компартию Союзной Республики, вот стал паломником и оказался во дворе мечети Аль-Харам в Мекке. Вернувшись в Москву, он собрал своих сотрудников, своих коллег, ученый совет, и сказал им такую фразу, которая передается из поколения в поколение, вот я ее слышал от людей, там, скажем, 15-20 лет назад. Он сказал, Баба Джангафуров, то, что я возглавлял Компартию Таджикистана, для моих земляков в кишлаке ничего не означает. То, что я академик, Академия наук СССР, возглавляю Институт Востоковедения, они это не поймут и не оценят. А вот когда я приеду к ним и скажу, что я Хаджи, вот тогда уважение ко мне со стороны моих родственников и Анасельчан будет безбезмерным, потому что никто из них в нашем кишлаке в Хадже еще нет. Вот такую фразу он произнес, почему он был Хаджием, как это ему удалось, какая была за ним миссия. Ну, говорят о том, что он встречался с королем Фейсалом, с саудийским королем во время этого визита. Может быть, у него была какая-то дипломатическая миссия, прощупывание возможностей установления дипотношений. Они не были установлены, только перестройку, наладили связи реальные между Советским Союзом и Саудовской Аравией, Россией и Саудовской Аравией. Тем не менее, он просто любопытный такой момент, что Хаджи — это не обязательно аксакал из актива мечети, не обязательно имам, это могли быть и гражданские люди. Были случаи, когда это были литераторы. Был, например, среди Хаджиев узбекский кинодокументалист Малик Каюмов, народный артист Советского Союза и участник вскрытия гробницы Тамерлана в июне 1941 года в Самарканде. Он занимался, руководил съемками этого процесса. И он потом был отправлен в Хадж, ему было разрешено совершить Хадж. Поэтому Хаджи — это неординарные фигуры, это очень разные люди. Тем не менее, вот эта мозаика Хаджиев представит себе их приезд к себе в общины. Каждый из них привозил в небольших емкостях воду из источника Занзам. Рассказывал о Хадже, о том, что из себя представляет облик Мекки и Медины. Ведь многие никогда не видели даже фотографии святых мест ислама, не говоря о том, чтобы увидеть в видео какой-то фрагмент или увидеть это на кинопленке. Поэтому это такой приход из мира ислама, из мира мусульманских святынь в советскую реальность. И, конечно, это была очень важная такая вот, ну что ли, еще и нравственная, и просветительская миссия Хаджиев. Например, в Средней Азии очень многие из них в течение долгого времени, нескольких месяцев путешествовали из одного дома в другой на Меджлице, которые устраивали в честь их прихода для того, чтобы люди услышали у Хаджи, а некоторые, ну даже, может быть, это, конечно, уже иронические случаи, просто притрагивались к их одежде, потому что этот человек был Хаджи. Это очень такая вот незаурядность. И сейчас, когда уже сначала перестройки количества Хаджиев не 20 человек и не 30 человек, а гораздо больше, конечно, такой статус Хаджиев изменился, но тем не менее все равно люди, которым посчастливилось, которым даровано Всевышним побывать в местах, связанных с историей ислама, где находятся наши святыни, где развивалась наша религия. Это, конечно, особые люди, которым Милосевышняя вот так вот одарена. Кроме того, еще в завершении хотелось бы сказать, что часть верующих, небольшая часть до исламской революции в Иране 79-го года и Советского Союза могли посещать святыни сташизма, располагавшиеся в Ираке и в Иране, в частности, Кербелу и Мишхед. Но такого рода количество людей и паломников было совсем незначительным, они как-то даже и в статистике особенно не освещались, но тем не менее вот и такого рода особые мусульманские паломничества также в практике существовали. Вот эти любопытные феномены советского ислама, как, например, Хадж или издательская деятельность духовных управлений, или существование духовных мусульманских религиозных учреждений, не образовательных на карте советской. Пусть это было и фактически один, два, три учебных заведения, но тем не менее все равно это было. Если говорить об учебных заведениях, это уже часто упоминавшиеся мадресы Мир Араб, исламский иститут Аль-Бухари, и очень кратко существовавшие также ташкентские мадресы Барахана. Вот такие вот истории, которые тесно связаны с татарской историей, потому что через эти учебные заведения, через эти паломнические группы хаджиев, через эти образовательные печатные органы проходили многие представители мусульманского высшего управления духовного, татарского в системе ДУМЕС работавших. Это все равно общая история ислама в Советском Союзе, общая история ислама в России. В следующих беседах мы продолжим говорить об этих феноменах на основании источников документальных и на основании особого источника, который все больше и больше, все активнее пробивает себе дорогу. Это воспоминания людей, непосредственных очевидцев и участников этих событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова